Как личную трагедию пожар в Париже на самом деле восприняли практически во всем христианском мире. Один из шедевров мировой архитектуры Нотр-Дам-де-Парис строили почти два века. И вот он едва не исчез буквально за несколько часов. Шпиль и крыша сгорели полностью. Но сегодня министр культуры Франции успокоил всех. Культурную святыню удастся восстановить полностью. Хронология событий в материале Родиона Мариничева. Поначалу казалось, это закончится быстро и пострадают только реставрационные леса. Но чем дальше, тем все сильнее разгорался огонь. Когда обрушились шпили-часы, стало понятно – все куда серьезнее. Я и представить себе не могла, что с собором Парижской Богоматери когда-нибудь произойдет такая катастрофа. И что не будет никакой возможности быстро потушить огонь. Это самый центр Парижа – остров Сите. С двух сторон река, с третьей – плотная застройка и узкие улицы. Пожарным приходится отцепить все окрестные проезды и площадь перед собором. Мы знали, если провалится крыша, потушить огонь будет еще сложнее. Мы использовали как можно больше воды. Но это, увы, не помогло. Крышу спасти не удалось. Нотр-Дам выстоял чудом. В готической архитектуре устойчивость обеспечивает именно крыша. Свод – это парадокс в том, что с одной стороны они гасят эту конструкцию, распор свода. Любая согнутая поверхность стремится к распрямлению, физика. С одной стороны аркбутаны контрфорса гасят, то есть не дают ей разлегться. А с другой стороны, как только крыша падает, они начинают отклоняться. О спасении собора парижане молятся всю ночь. Наконец, к утру, спустя 14 часов после возгорания, огонь полностью потушен. Удалось спасти терновый венец, тунику святого Людовика. Кроме того, уцелели чаши и вазы. Слава Богу, огонь не затронул сокровищницу. 30 тысяч посетителей в день. Основанный в 1163-м, собор парижской богоматери строился почти 200 лет, до середины 14 века. Это главное святыня Франции. Отсюда отправлялись крестовые походы, здесь спасались от эпидемий. Собор пытались уничтожить во время французской революции, а потом в середине 19 века, когда само здание стало слишком ветхим. Именно тогда архитектор Вьоле Людюк провел первую грандиозную реконструкцию. Отреставрировал скульптуры и витражи, установил тот самый ныне сгоревший шпиль. После этого Нотр-Дам перешил две мировые войны, и вот едва не погиб в одну ночь. Восстановить собор для французов не просто дело чести, а едва ли не вопрос спасения нации. Мы нация строителей, мы умеем строить. И я вам заявляю, Нотр-Дам станет еще красивее, чем был. Я хочу, чтобы работы заняли пять лет. Макрон был настолько убедительным, что в итоге пожар даже немного поднял его рейтинг. Разве что изъявил небезызвестный журнал «Шарли Эбдо». Я начну реформы с несущих конструкций, а заглавлена в последнем номере карикатура на Макрона. Так что прежние вопросы к нему пожар все равно не сжег. Он не спишет их, но он может их как-то включить в какой-то контекст общий, где, что ли, претензии к нему будут, будут навешиваться в какой-то степени тем, что он проявил себя, так сказать, ну, нашел слова, предложив нации, так сказать, единство на основах общих ценностей. Пожалуй, еще никогда французы не были так едины в пожертвованиях. Сбор денег на восстановление храма объявили в ту же ночь, и уже на следующий день в копилке был миллиард евро. По 200 миллионов дали семье Бетанкур и Арно, владельцы компании Лореаль и Луи Витон. По 100 миллионов семья Пино и нефтегазовая корпорация Тоталь. 50 миллионов выделила мэрия Парижа. Остальное жертвуют правительство других регионов Франции, благотворительные фонды и простые французы. Мы запустили портал, благодаря которому сразу собрали 600 тысяч евро. Это уже в дополнение к тем средствам, которые пожертвовали крупнейшие меценаты. А это один из благотворительных концертов. Мюзикл «Собор Парижской Богоматери», написанный 20 лет назад вновь на пике популярности. Как и книга Виктора Гюго, по которой поставлена рок-опера. Роман в свое время побудил взять под охрану не только Нотр-Дам, но и многие другие готические сооружения Европы. Осилить книгу в 600 страниц, да еще и написанную языком 19 века, для многих задача не из легких. Несмотря на то, что собор Парижской Богоматери проходит в школе, назвать его бестселлером сложно. Однако пожар подогрел интерес к Роману Гюго во всем мире. Например, только вот в этом, в московском книжном магазине, продажи выросли вдвое. Российский бизнес тоже готов помочь с реконструкцией Нотр-Дама. Одно из предложений поступило сверх эсетского завода в Екатеринбурге. В 19 веке отсюда поставляли металл во Францию. Уральское железо ценилось почти на вес золота. Вот это клеймо хорошо знали и во всей Европе. Материал отлично годился для крыш. По одной из версий, его использовали и в отделке Нотр-Дама. И хотя документальных подтверждений этому нет, уральские металлурги готовы восстановить старую технологию. Сейчас реставраторы решают, как именно организовать работы в соборе. Реставрация собора началась в прошлом году, и претензий к работам вроде бы не возникало. Противопожарная сигнализация в здании была, и, как выяснилось, она сработала. Но вместо того, чтобы сразу же звонить пожарным, служащие собора пытались сами найти источник возгорания. В результате потеряли около получаса. Это трагическая случайность, иной версии пока ничто не подтверждает. Тем не менее, сегодня по этому делу работают около 50 следователей. И мы обязательно установим истинную причину. Пожары в исторических зданиях случаются нередко. Вот так, например, в 92-м году в Англии горел Королевский Виндзорский замок. Спустя 4 года вспыхнула Венецианская опера. А это уже Москва. Весна 2015-го. Огонь охватил колокольню Новодевичьего монастыря, которую в тот момент тоже реставрировали. Точную причину пожара, кстати, не установили до сих пор. Но изменили регламент работ. Контроль усилен. Он систематичен. Создана группа по оперативному контролю по реставрации Новодевичьего монастыря от Научно-методического совета Министерства культуры. И каждый шаг реставраторов очевиден для всех участников процесса. В преддверии католической Пасхи верующие, как и предыдущие несколько веков, идут крестным ходом мимо собора Парижской Богоматери. Храм вспыхнул на Страстной неделе. В этом многие увидели особый знак. Я глубоко убежден, трагедия поможет нам задуматься о том, какими мы были и какими должны стать. Нам нужен общий стержень. Родион Мариничев, Мария Солопова, Александр Зильбер, Сергей Евсеев и Анатолий Романов. Программа «Вместе». Продолжение следует...